Во время урагана Харви в августе прошлого года в Техасе выпало до полутора метров осадков. Лишь в одном округе Хьюстона были полностью разрушены более 156 тысяч домов. Ущерб составил 125 миллиардов долларов. В сентябре на Флориду, Джорджио и Пуэрто-Рико один за другим обрушились два мощных тропических циклона – Ирма и Мария. Разрушительная стихия унесла жизни 250 человек, а в Пуэрто-Рико более тысячи до сих пор числятся пропавшими без вести. 140 миллиардов долларов уже потрачены на помощь населению и восстановление инфраструктуры. И без того тяжелый год усугубили лесные пожары на западном побережье США. Это был самый затратный год. Из-за лесных пожаров расходы достигли рекордной отметки – 18 миллиардов долларов, что в три раза выше показателей 1991 года. В прошлом году в пяти штатах температурные показатели побили рекорды последних лет. По всей стране это был третий самый теплый год в истории. Руководитель службы мониторинга национального управления океанических и атмосферных исследований Деке Арн уверен, что периоды с повышенной температурой становятся все более продолжительными и частыми. Мы наблюдаем связь между повышением температуры и увеличением количества природных катастроф. Мы знаем, что в долгосрочной перспективе эффект обильных осадков все сильнее, а интенсивность выпадения необычайно большого количества осадков приводит к росту числа наводнений, свидетелями которых мы стали. В докладе отмечается парадоксальная ситуация, когда действия урагана Харви на юге страны предотвратили ранее прогнозированную засуху на просторах северной части Великой Равнины. Возможно, поэтому метеорологи назвали 2017 одним из самых влажных годов в американской истории и одновременно самым дорогостоящим. Продолжение следует...